Выбирая свою будущую профессию, многие старшеклассники боятся ошибиться с выбором. Чтобы им помочь, в школах проводятся занятия по профориентации. В первом лицее решили пойти дальше и дать возможность детям получить практический опыт работы в той профессии, с которой они хотели бы связать жизнь. Что из этого получилось, смотрите в следующем материале выпуска. Поликлиника номер один, регистратура. Именно здесь получают свой первый опыт настоящей взрослой работы, шесть учащихся первого лицея. Все они мечтают связать свою жизнь с медициной. И такая практика поможет им уже сейчас определиться, их это профессия или нет. Все ребята – это члены школьного отряда волонтеров-медиков. Школьному отряду волонтеров-медиков уже исполнился год, и мы провели за этот год несколько акций. И посчитали, что мы достаточно опытные для того, чтобы больше и глубже окунуться в профессию. Начали мы с поездки в Кубанский государственный медицинский университет, где посмотрели, как вообще устроено обучение будущих врачей. Для нас провели очень хорошую экскурсию, погрузили ребят 8-х и будущих 11-х классов в такую, знаете, атмосферу и рабочую, и учебную одновременно. И затем я подумала, что пора бы попробовать применить хоть что-то на практике. Я обратилась к заведующей первой поликлиники, и она пошла с удовольствием на встречу, потому что свободные руки всегда нужны, тем более волонтерские. Работать в регистратуре ребята будут в течение двух недель. Каждому определена сфера задач. Восьмиклассники работают с документацией и отвечают на звонки. 11-ти классники помогают пациентам записываться на прием к врачам. Нам доверяли работу с карточками. Мы помогаем медицинским работникам, облегчаем их работу. И нам самим интересно, мы набираемся опыта. И нам работа сложная, но посильная. Виктория Шелемятиева мечтает стать врачом-хирургом. А вот 11-ти классница Наталья Мирная – врачом-кардиологом. Такая практика в поликлинике даст возможность школьницам ближе познакомиться с медицинской сферой. Изнутри увидеть все плюсы и минусы работы. Научит общаться с пациентами, что не всегда просто. И несмотря на все трудности, с которыми они столкнулись в ходе своей практики в поликлинике, волонтеры-медики еще больше укрепились в своем решении – связать жизнь с медициной. Решение свое не поменяла, только уверилась в нем, потому что я смогла повзаимодействовать с людьми. Поняла, что это действительно мне подходит. Впечатления очень разные. Людей ведь очень много, и они все абсолютно отличаются друг от друга. Их поведение, их взаимодействие со мной. Я стараюсь со всеми обращаться доброжелательно. Ведь моя задача – им помочь. И я рада, если смогу выполнить эту задачу. Вопрос нехватка медицинских кадров стоит сегодня очень остро. И хочется верить, что эти ребята со временем из волонтеров-медиков превратятся в настоящих врачей. И вернутся работать в родной район, чтобы посвятить свою жизнь благородному делу – лечить людей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова